Я хочу сказать, что вариантов, чем заняться, настолько много, что, конечно же, никакого времени не хватит, да и зачем, в принципе, рассказывать, если можно этим заняться. Но сейчас мы находимся на острове Татышев, пожалуй, самая большая, самая насыщенная и наполненная мероприятиями и различными видами занятий, которые можно заняться в нашем городе. Например, вот смотрите, я бы вам предложила поехать на велосипеде или на роликах. Вот у нас молодой человек катится, машет и радуется нам, посмотрите, замечательно проводит время. Там были велосипедисты, можно просто погулять. Площадка в действительности большая. Если же вам хочется немного добрать загара, который вы, может быть, не успели за эти два месяца добрать, то, пожалуйста, вот здесь очень много открытых площадок и можно, в принципе, спокойно прилечь, полежать и совершенно спокойно это сделать, не напрягаться. Но, естественно, мы говорим о том, что край у нас очень большой. Кстати, хочется вам сказать, что в нем 323 тысячи озер с площади зеркала свыше 10 гектаров. То есть вы можете представить, насколько же много у нас по краю озер. Это и самое знаменитое Шира, и большое, оно же Парное, Чулым. В общем, очень много озер, на которые можно съездить. В городе Краснодарск, к сожалению, не так много мест, где можно было бы отдохнуть и позагорать. Но, пожалуй, самое такое, наверное, яркое и возможное – это Емельяновское озеро. Оно действительно было проверено Роспотребнадзором, поэтому туда можно съездить. Если вы выезжаете за город, мне хочется просто сразу сказать, обращая внимание на ту со стороны красивую, но, наверное, не очень приятную, не очень здоровую дымку, которую мы наблюдаем, просто даже буквально берега противоположного не видно, то я просто хочу сказать, что если вдруг вы разжигаете костры, то не забывайте как-то за этим следить. Даже поговаривают, что за 60 километров от города абсолютно такая же ситуация у нас, такая сложная сейчас ситуация. Я еще раз напоминаю о том, что эти выходные очень жаркие, 30 градусов будет, затем польются дожди, но вот пока такая вот жара. Поэтому не забывайте за такой элементарной техникой безопасности противопожарной, поэтому будьте внимателем. Если еще я вам расскажу, допустим, о погоде, то действительно со следующей недели начнутся дожди, в принципе, август обещают теплым, в районе 25 градусов, но тем не менее обещают дожди, которые будут длить. Поэтому, может быть, вот так вот загорать и совершенно свободно ходить вам не удастся, но тем не менее. Я вам еще раз говорю, что на эти ближайшие два дня, на сегодняшний день только начался, вы еще можете совершенно спокойно пройтись, прогуляться. Вот, я не знаю, так на велосипедике, например, проехать, всей семьей взять, то озер у нас много, обязательно выезжайте. Если вдруг у вас нет возможности куда-то выехать и чем-то заняться за пределами города Красноярска, то, конечно же, здесь я вам уже рассказала, что происходит на острове Татышев. Кстати, возле Вантового моста нашего самого знаменитого, самого красивого пешеходного в городе Красноярске обустраивают набережную такого искусственного озерка. И там, в принципе, тоже такой, знаете, а-ля солярий можно его назвать. И там тоже можно будет и посидеть как-то, отдохнуть, и позагорать, и, я не знаю, какие-то, может быть, игры поиграть, собраться с друзьями. Эта площадка там будет очень большая. Вот такой для вас вариант. Есть множество культурных учреждений, допустим, театры у нас ушли в отпуск, на отдых, но, тем не менее, остальные это учреждения работают, поэтому провести время там, где есть, не знаю, прохладный кондиционер и, в принципе, продувает свежий воздух, там тоже можно понаходиться. Но не забывайте о том, что в такую сильную жару желательно пить много воды, но не пейте ее холодную, чтобы у вас не заболело горло. Пусть она будет такой прохладной температуры. Много на солнце все же не проводите времени, потому что это тоже достаточно опасно. Я думаю, что это важно, потому что все сейчас наверняка ринутся сразу на улицу, загорать, лежать, насколько это возможно в нашей легкой дымке. Так что не забывайте о том, что время проводить приятно, весело и радостно, конечно, можно и нужно, раз уж это такие самые, наверное, теплые, наиболее теплые выходные, летние. Но, тем не менее, забывайте о такой небольшой технике безопасности, поэтому себе, вам, ребята, в студии и всем, кто нас смотрит, желаю замечательных выходных.